На космодроме Восточный подготовка к первому пуску тяжелой Ангары. Дважды Героя Советского Союза Борису Волынову вручили Орден Гагарина. Космонавты российского сегмента МКС продолжают серию экспериментов. На космодроме Восточный идет подготовка к первому пуску с нового стартового комплекса ракеты-носителя Ангара А5. Специалисты Роскосмоса проверяют технологические системы технического комплекса, а также проводят автономные испытания блоков ракеты-носителя. Ангара А5 — трехступенчатая ракета тяжелого класса, способная выводить на низкую околоземную орбиту до 37,5 тонн полезного груза. Дважды Героя Советского Союза, члену первого отряда космонавтов Борису Волынову вручен Орден Гагарина в дни празднования 55-летия первой в мире стыковки двух пилотируемых космических кораблей, участником которой он был. 16 января 1969 года космический корабль «Союз-4» с Владимиром Шаталовым и «Союз-5» с Борисом Волыновым, Алексеем Елисеевым и Евгением Хруновым состыковались на орбите. Прославленный космонавт отметил, что эта награда является не только его личной, но и всех сотрудников ЦПК, готовивших его и коллег по экипажу к полету. На Международной космической станции продолжается полет российских участников 70-й длительной экспедиции. Космонавты Роскосмоса Олег Каноненко, Николай Чуб и Константин Борисов провели серию испытаний полимерных композитов для защиты космонавтов от радиации, системы регенерации воды и исследования поведения жидкофазных дисперсий в микрогравитации. Гидрометеорологический космический аппарат «Арктика-М-2» в ходе летных испытаний получил и передал на Землю первые снимки Арктического региона и прилегающих территорий. Спутник находится на рабочей высокоэллиптической орбите типа «Молния». Все служебные системы спутника функционируют штатно. Космические аппараты серии «Арктика-М» обеспечивают непрерывный круглосуточный обзор северной территории России и Арктического региона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова